Книга открытым оком, тема богослужения, 15 том, вопрос 3021. Если кто-то уже получил разрешение посещать ваше богослужение, а потом почему-либо перестал ходить и вдруг снова пожелал, то допускаете ли? Отвечает Игнатий Тихонович Лаппин. Очень и очень трудно будет тому человеку попасть снова к нам. Нужны годы. Но бывает по великой неотступности надоедает, как вдова к судье, то меняем свой подход к ней и допускаем. Но отношения все еще будут настороженные. Кавычки открыты. Они говорили о Боге, о Христе, о спасении души. Все очень интересно, но это было новым для меня. Меня пригласили на занятия по изучению Библии в политехнический университет. И я пришла не раздумывая, тем более, что Библия у меня уже тогда была. И мне хотелось понять, что же в ней написано. Я сразу же поняла и оценила важность и ценность этих занятий. То, что слышим здесь, к сожалению, нигде больше не услышишь. Потом мне было разрешено посещать храм, и я ходила год. Но когда возникли кое-какие проблемы, я решил уйти, чтобы их разрешить. Я тогда не понимала, что лишь с Божьей помощью человек может решить все вопросы. Но я очень надеялась вернуться, хотелось бы вновь в общине среди людей, которые стали для меня близкими и дорогими. За год отсутствия я много поняла, много переосмыслила. Для меня стало самым важным принять решение войти в Церковь Христову. После неотступных моих упрашиваний Игнатий Тихович позволил мне посещать богослужение. И вновь милость Божия Батюшка допускает меня до крещения 10 июля 2005 года. Мои поручители Людмила Алфимова и Марина Добунова. Очень много терпения, любви и желания помочь проявили ко мне Игорь с Мариной и Людмила Степановна, и другие братья и сестры, к кому бы я ни обращался. Каждый помогал найти ответ на интересующие вопросы из Священного Писания. Особая благодарность Игнатию Тихоновичу. Он помогает изучать и правильно понимать Слово Божие. Его жизнь озарена любовью к Богу и ближнему. И иметь такого батюшку, как у нас, отец Иаким, – милость Божия. Я очень рада, что я в общении, где на первом месте авторитет Библии, где я обратилась к Богу и узнала путь ко спасению. Соклокова Ольга Викторовна. 42.16.12. Телефон. Иеремия 3.12. Иди и превозгласи Словасии к Северу и скажи. Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гневы моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать.